Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Ольга Сафронова. Павел Басинский, российский писатель, литературовед, литературный критик, член Союза писателей России, входящий в постоянный состав жюри премии Александра Солженицына, автор таких известных биографий, как биография Максима Горького, изданная в 2005 году, и биография Льва Толстого. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о новом блистательном литературном исследовании Павла Басинского. Посмотрите на меня, «Тайная история Лизы Дьяконовой», которая является новинкой фонда Дворца книги. Эта книга посвящена истории Елизаветы Дьяконовой, одной из первых участниц зарождающегося в России женского движения, погибшей при загадочных обстоятельствах. 1902 год. Тироль, Австрия. Русская студентка Сорбоны Лизы Дьяконовой уходит гулять одна в горы и пропадает. Только спустя месяц местный пастух находит тело молодой девушки на уступе горного водопада. В ее сундучке обнаруживается рукопись «Дневник русской женщины», который впоследствии будет издано и вызовет шквал откликов. При этом трудно, почти невозможно найти границу между дневничком 11-12-летней Лизоньки и дневником Елизаветы. Нет, это не две разные девушки, но как будто два разных человека. А как происходит это превращение, понять сложно. Первая запись в дневнике, то есть еще в дневничке Мила, Наивна и так далее. Она относится к маю 1886 года и имеет название «Мой маленький дневник». Нерихта, 31 мая. О, боже мой, что за день был сегодня? Этот день для меня важный, потому что я получила хороший аттестат, плод моих трудов за два года. Мне всего только 11 лет, я поступила во второй класс Мариинской женской гимназии. Итак, сегодня в субботу должна была решиться судьба 16 человек. Немногие из этого числа остались, всего 5-6, остальные вышли. После раздачи наград и аттестатов наступило время расстаться. Я живо помню, как мы собрались в умывальной, и все заплакали. Только учителя и начальницы смотрели на это расставание равнодушно, а некоторые из публики насмехались над нами. Я была подругой Мани, и прощаясь, мы так разрыдались, что кажется, только каменный человек равнодушно смотрел бы на эту картину. Не такие мы девочки, чтобы плакать о подругах, как думают учителя. Да, много слез было пролито, много было обниманий и целований. Никогда я тебя не забуду, пиши ради бога, чаще слышала сквозь слезы и рыдания Мани. Классные дамы чуть не плакали глядя на нас. Милые подруги, все мы друг друга любим, но, может быть, никогда не увидимся. За этим морем девочек слез не сразу понимаешь, а что, собственно, происходит. Происходит то, что 10 из 16 учениц женской гимназии по окончании 4 класса неполной средней школы получают аттестаты. Среди них 11-летняя Лиза. Но почему она горестно расстает со своей подругой Маней? Почему они обещают писать друг другу письма? Нерехтокстромской губернии – город небольшой. В 1886 году численность его населения составляла менее 3000 человек. Значит, Лиза из Нерехта уезжает, но куда? Мама говорит, что меня отдадут учиться в сиротский дом Ярославля. Там живет моя бабушка, мне будет хорошо. Здесь нужно сказать несколько слов о среднем женском образовании в России до революции. Лиза была, если можно так выразиться, продуктом грандиозной реформы среднего образования в России. Которая началась в конце 50-х годов XIX века, в начале царствования Александра II. Тогда по всей стране возникали первые сословные женские средние школы, гимназии, полное среднее образование и прогимназии, неполное среднее образование. Раньше девочки могли получить среднее образование только в так называемых институтах благородных девиц. Закрытые женские институты, ведомство учреждения императрицы Марии. Созданы по типу знаменитого Смольного института, первого в России женского учебного заведения, основанное Екатериной II в 1764 году. В середине 50-х годов было уже 25 таких институтов. В них учились около 4 тысяч девочек. При этом в шести петербургских и трех московских институтах было почти 3 тысячи воспитанниц, а в остальных, находившихся в губернских городах, менее полутора тысяч. Целью образования, записанной в положении об институтах, было воспитание добрых жен и полезных матерей семейств. В институтах учились девочки из привлекированных слоев общества, из семей дворян и чиновников, причем в основном за казенный счет. Ведомство учреждения императрицы Марии, супруги Павла I, или 4-е ведомство собственного его императорского величества канцелярии, заведовавшие сиротским воспитательными домами, домами прозрения слепых и глухонемых, а также больницами, щедро финансировалось из казны. Другими источниками бюджета были филантропические взносы, доход от продажи игральных карт и увеселительных заведений. Для девочек из прочих сословий при спольном институте в 1765 году было открыто училище для мещанских девиц. В 1842 году названо Александровским в честь наследника престола. Здесь обучались дочери мещан и купцов, заслуженных солдат, унтер-офицеров и придворных работников. Первый прием составлял 61 человек. Позже здесь учились около 200 воспитанниц. Это было единственное в России среднее учебное заведение для девочек из городских сословий. Со временем сюда начали принимать у дочерей обедневших дворян. Здесь преподавали закон божий, рукоделие, русский язык, а также французский и немецкий языки. Большинство учениц были сиротами и полусиротами или дочерями инвалидов. Впускницы училища оставались прислугой при дворе. Многие из них, благодаря знанию языков, шли работать с говернантками. В конце 50-х годов, когда инспектором училища был назначен выдающийся педагог Ушинский, обучение приобрело профессиональную педагогическую ориентацию, и выпускницы училища становились первыми в России женщинами-учителями, открывшихся во всей стране гимназиях и прогимназиях. В гимназиях могли учиться девочки из всех сословий общества, но это только формально. Для подавляющего по численности крестьянского сословия такое обучение было недоступно. Да и не нужно было обычной крестьянской девочке это обучение. Ее ведь готовили к другой доле – замужеству, рождению детей, тяжелой домашней и сельскохозяйственной работе. В гимназии и прогимназии широко пошли девочки из семей среднего класса, городских сословий – мещанки и купчихи. И к концу 19-го века их количество в гимназиях почти равнялось количеству учениц из дворянских и чиновничьих семей, а в прогимназиях уже к середине 19-го века превосходило их в четыре раза. И было подавляющим – почти 70%. Купеческая дочь тоже готова к замужеству, но образование ей не помешало бы. Она и жениху своему должна соответствовать, и детей воспитывать в благородном вкусе. Читая историю Лизы Дьяконовой, создается впечатление, что эта женщина поставила над своей жизнью какой-то жестокий эксперимент. Она была просто женщиной. Не матерью, не феминисткой, не революционеркой, не ученицей Сорбонны, не ученой дамой, а именно женщиной. Это история женской судьбы в мужском мире. Ведь в 19-м веке умной и талантливой женщине было очень сложно себя реализовать. Вот что говорят читатели об этой книге. До приобретения книги я ничего не знала о Елизавете Дьяконовой. Дневника ее не читала. Поэтому глубоко благодарна Павлу Мабасинскому за то, что он дал мне возможность посмотреть на Лизу. «Посмотрите на меня» – один из психологических лейтмотивов романа. Да, стоило посмотреть, стоило увидеть. Я, признаться, влюбилась в образ, созданный то ли дневником Лизы, то ли Павлом Басинским. Если вы любите читать, даже если вы любите читать дамские романы, купите эту книгу, прочитайте. Книга – это попытка объяснить нам, люди, что спасет нас всех, любовь. Как бы банально это ни прозвучало. Большой плюс книги – воссозданная до мелочей атмосфера того времени. Много любопытных деталей, вроде того, что обращение «товарищ» впервые появилось на бештужевских курсах. Интересные и к месту исторические справки о женском образовании в России, о феминизме. Вспомним требования одного из женихов купеческой дочери Агафьи Тиховны на женизбе Гоголя. Ему непременно требовалось, чтобы его супруга понимала по-французски. Купеческий сын вряд ли женился бы на бедной дворяночке. Но купеческая дочь вполне могла выйти замуж за обедневшего дверянина, тем самым повышая социальный статус своего потомства. Это сплошь и рядом происходило во второй половине XIX века, когда дворянское сословие начинало беднеть и деградировать. Уже в поздних записках Дьяконовой читаем такое откровение. «Всеми силами души я ненавижу крепостное право. Ненавижу и дворянское сословие, умевшее только жить даром, трудом. Оно распадается теперь, чинное, празднует и разоряется, несмотря ни на какие поддержки. Слобной радостью слежу я за этим историческим возмездием. Я принадлежу к тому классу, который издавна от дедов и наследовал пренебрежение к дворянскому сословию. Старь купцом помыкали, а теперь пошли на поклон. Помню рассказы, слышанные в детстве о любви дворян к богатым купеческим невестам и глубокое пренебрежение к тунеяству этих бар сосался в мою кровь. Очень сильное высказывание, даже более сильное, чем возмездие блока. Здесь не интеллигентное раскаяние, а сословная ярость, целый клубок непрощенных обид. Но что могла понимать в этом бедная Лиза, когда рыдал на плече своей подружки Мани, потому что мамочка посылала ее в женскую гимназию в Ярославль. Бедная в этом случае не карамзинский образ. Лиза действительно была бедная, в буквально материальном смысле. Она начинала писать дневник вполне простодушно, как делала любая другая девочка в ее возрасте. Ну, наверное, не любая, более серьезная, что ли, даже более соответственная к слову. 15 августа. Долго. Очень долго я не говорила с тобой, мой миленький дневник. Целых два с половиной месяца. Такое время для меня очень долгое, а между тем я не могла писать, потому что боялась, чтобы не увидела маму или гувернантка. Если они увидят, то будет плохо, ведь я пишу скверно. Буду смеяться. Как бы не забыть сделать себе для дневника новую тетрадь и очинить карандаш. Как видите, все очень серьезно. Но гораздо более серьезные события происходили в доме. Умирал отец Лизы. В архиве Дьяконовой находится важный документ, написанный братьями Елизаветы Александром и Владимиром Дьяконовыми в 1937 году. Это очерк о роде купцов Дьяконовых. Род купцов Дьяконовых из Нерехты, по сохранившейся родословной, корнями своими уходит в XVII век. Из поколения в поколение Дьяконовы занимались ручной выделкой крестьянского холста. Каток его в три стены, в 30 аршин длиной, назывался Новиной. Ею торговали у себя в Костромской губернии. Затем открыто было небольшое ткацкое заведение. Холстом и Новиной стали торговать со склада в Москве и по большим ярмаркам. В Макарии в Нижнем Новгороде, на Успецкой, в Харькове, на сборной в Сибирске. Прадед Елизавета Александровна Борис Иванович Дьяконов был именитым купцом. И в 1858 году был возведен в потомственное почетное гражданство. Его родной брат Александр Иванович Дьяконов, будучи многодетным, выстроил в себе большой каменный дом, лучше в Нерехте. Его сын Иван Александрович, дед Елизавета Александровна, кроме торговли, занимался делами благотворения. Был в подсчете и считался первым лицом в небольшом уездном городе, каким была Нерехта, застрявшая между двумя местными центрами – Костромой и Ярославлем. Иван Александрович Дьяконов для своего времени был человеком весьма грамотно, понимал пользу и необходимость образования, и единственного сына своего, Александра Ивановича Дьяконова, отца Елизаветы Александровны, отправил учиться в Москву. Александр Иванович окончил Московскую практическую академию коммерческих наук, знал английский язык, свободно говорил и писал по-французски. Перед ним стояла задача – расширить дело отцов, что он и выполнил, открыв в Нерехте фабрику, оборудование для которой сам заказал и привез из Англии. В 1873 году Александр Иванович Дьяконов женился на красавице Александровне Егоровне Горошковой, дочери ярославского купца средней руки. Дом молодых Дьяконовых – полная чаша. Они живут богато, фабрика приносит доход, торговые связи расширяются. Успехом в коммерческих делах сопутствует счастье семейное. Вслед за первенцем Елизаветы идут другие дети. Так проходит несколько лет. Вдруг все рушится. Александров Иванович тяжело заболевает. Его везут в Москву, показывают лучшим врачам, не жалеют средств, чтобы его спасти. Болезнь временно ослабевает, но не выпускает своих когтей жертву. Проходит 3-4 страшных года, и Александр Иванович Дьяконов в 1887 году умирает. Так написано в очерке братьев Дьяконовых. Здесь возникает ряд вопросов. Братья не называют болезни отца, но известно, что он умер от прогрессивного паралича. Эта фигура умолчания заставляет поверить то, о чем писала в дневнике Елизавета. Женщина в 19 веке могла учиться либо на акушерку, либо в институте благородных девиц. А в институте благородных девиц учили в основном манерам и каким-то азам основных предметов. Дальше путь в гувернантке, где женщина попадала в безраздельную власть хозяина, от которого не могла защититься. На материале дневника и архива Елизаветы Дьяконовой Павел Басинский и выстраивает свой невымышленный роман о судьбе русской женщины, одной из первых феминисток в России. Павел Басинский проводит свое расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло в Астрийском Тироле и почему жизнь этой русской дженеэр оказалась столь трагична. Но чтобы поподробнее узнать об этом, нужно прочитать книгу, которую вы можете найти в читальном зале Дворца книги. А вы читали Павла Басинского? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин